Здравствуйте, мы будем продолжать с вами изучать программу Adobe After Effects, это последний урок. И сейчас мы собираемся с вами изучить текст, либо же это по-другому называются титры, его применение в After Effects, какие есть анимации для текста, они достаточно продвинутые. Как с этим всем делом работать, потом какие шрифты у нас есть, шрифты они зависят от тех, которых у вас установлены локально. У меня может быть есть такие, которых у вас нет, но это не принципиально, я покажу вам базовое введение на текст, на его properties, то есть на его настройки и что с этим делом всем делать. Значит, мы удалим все лишнее отсюда, из предыдущего урока я фактически все удалю, оставлю только, наверное, вот эту собачку, которую я перестану, она уже перестанет быть трехмерным лэером, я его просто обнулю. Position, скажу Reset. Вот, скажем так, у нас есть собачка. Мы хотим сделать маленькое видео, с собачкой, допустим, у нас будет, и вообще композиция у нас будет маленькая, поскольку в конце урока я вам расскажу о том, как экспортировать, то есть как конечный результат преобразить в видеоформат, который можно будет поделиться, который можно будет поделиться с друзьями, показать на работе, семье и так далее. Так, вот у нас есть собачка, она у нас будет такой, просто для примера, будет как задний фон, основная часть урока будет не собачке посвящена, trim, нет, trim to comp area я не буду говорить, хотим в принципе, да, trim to comp area я скажу. Так, хорошо. Сверху мы создадим титры, я для этого сделаю вам лэер, новый, лэер я использую Solid. Вот, можно этого и не делать, если вы не хотите, если вы хотите видеть ваш объект за текстом, можно этого и не делать, а можете сделать, как вам будет удобно. Я в своем случае, я создам черный такой, черный бэграунд, который не будет долго существовать, он будет только вот отсюда, вот, тут мы уменьшим, где-то вот так вот, он столько просуществует. Может, чуть больше. Итак, касательно текста, каким образом это работает. Работает это следующим образом. Мы выбираем инструмент Text Tool, отсюда вам. Либо же мы можем пойти в лэер New Text. Горячие клавиши это Ctrl-Alt-Shift-T, ну, четыре клавиши сразу одновременно нужно нажать. Легче, мне кажется, кликнуть просто на текст. И можете вписать то, что вы только захотите. Я в своем случае спишу Adobe. Вот оно у меня вписалось. Где мы видим текст? Если вы его не видите нигде, следующие опции, которые я покажу, как в моем случае, я их нигде не вижу, не наблюдаются они у меня. По модификации текста, то идите в Windows и скажите следующее. Так, Time Control у нас включен. Smash Tool, параграф есть. Motion Character. Вот у вас появилось по тексту и его настройки. В данном случае мы используем шрифт New Romance. Можем, передвигаясь, просто выделяем текст, передвигаясь ниже, можно выбирать другой вид шрифта. Либо же просто кликая вниз, стрелочкой вниз, 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 можно наблюдать, какое есть, какое вам подходит больше всего. И на том можете остановиться. Тут у нас цвета, то есть, либо же текст, обратите внимание, белый, либо же он черный, а вокруг обводка белая. Эту обводку, цвет, ее можно менять тут. Допустим, я сделаю красным. И вы посмотрите, текст стал красным. Это я на пробел нажал. То есть, эту обводку можно менять, либо же, чтобы текст был сплошной, либо же, чтобы он был прозрачный с обводкой. Либо же, не прозрачный, но с обводкой. Вокруг него. Видите? Кликаю сюда. Здесь мы определяем его размер. Вот, T 33 пикселя. Все исчисляется в пикселях. Здесь мы определяем его высоту. А высоту букв... Здесь ширину букв. Ширину букв. Здесь... Расстояние между ними. Здесь, как оно, относительно верха-низа. Иногда несколько строк могут быть записаны одна над другой. Хорошо. Я поставлю тут по нолям, и тут тоже по нолям. Хорошо. Этот, кстати, тоже между буквами. Какое расстояние? Хорошо. Это то, что хотелось бы рассказать про текст. Я его сделаю белым, чтобы контрастный был белым. А вводку сделаю... Думаю, красным тоже можно встать. Следующее. Это если вы хотите, чтобы все были толстые. Это наклоненные. Это все заглавные. У меня, в моем случае, по умолчанию, они все заглавные. Это все маленькие. И потом... Что у нас тут? Т1, Т2. То есть, сверху, снизу. Как оно будет располагаться. Как я говорил, что можно несколько строк сразу записать. То есть, оно как будет, как многоэтажка такая. Нечто такое. Двухэтажка, скорее всего. Хорошо. Это касательно простого текста. Текст, вы обратите внимание, что он появился у нас как эффект. Если мы отключим наш черный лейер, то этот текст мы наблюдаем здесь. Мы его можем, как обычный лейер, или же клип, передвигать. Позиционировать, где нам это будет удобно. Также мы можем его масштабировать за вот эти вот штучки. Как и обычный лейер. Как мы обычный лейер и тут масштабируем. Этот мы за вот эти вот, если перетягиваем. Это то, как оно работает. Так, подождите минутку я. Вот так вот. Чтобы у вас лучше было видно. Хорошо. Это тоже я уменьшу чуть-чуть. А After Effects мы полностью настраиваем. Так что, не стесняйтесь. Хорошо. Следующий момент, который я хотел бы вам показать, это про пресеты. То есть, есть заранее встроенная анимация для текста. Текст, я говорил, он тут. Его можно двигать. Да? Но есть анимация для него. Такая, как бы, продвинутая анимация. Где ее взять? А берется она на очень простом месте, хорошо организованном. Если мы пойдем в файл. И скажем. Брауз. То откроется следующая вещь. Откроется такой бридж. Адов бридж называется. Он для удобства просмотра сделан. И мы видим, что тут есть определенные вкладки, поинтересующие нам нас темы. И я поднимусь немножко выше. У вас он, наверное, так откроется. Вот, background, behaviors и так далее. Выберите, выберите, пожалуйста, текст, два раза кликните на него. И вот то, что вы увидите тут, как и у меня, у вас должно быть. Это виды анимации. Анимировать вход, анимировать выход, анимировать, когда текст такой размытый будет. Ну, я вам покажу, как это пользоваться, как просматривать и как этим всем пользоваться. Вот тут вот, вы видите, да? Эта анимация, она показана, это как пример названия и каким образом сама программа будет ее анимировать. Что уже для вас готово есть. Допустим, я выберу самую первую. И таких вот готовых примеров огромное количество. Вы выбираете любой из них, кликаете два раза. И на ваш текст... Извиняюсь, я удалю это. Нужно выбрать предварительно наш клип. Он должен быть выбран. Потом пойти в Browse. У меня просто он создал новый лэйер с текстом. Хотя я хотел применить и к предыдущему. И кликнем, допустим, два раза. Добавил его. Ну... Если, кажется, применил. С одной накормкой мы посмотрим. Да, применил. И вот так вот у нас текст анимируется. Включил он лэйер. Черный. Продлю его. Вот он анимируется, видите? Из ниоткуда начинает появляться. Из-за того, что композиция у нас маленькая, текст не успевает появиться в композиции. Для этого я увеличу композицию и покажу, как эту анимацию модифицировать под ваши собственные нужды. Я модифицирую композицию, скажем, на 5 секунд. 5 секунд, да, достаточно будет. Окей. Продлю ее. Раздвину границы. Adobe я увеличу. Ну вот, где у нас там анимация заканчивается, вот тут анимация заканчивается. Хорошо. Это у нас будет концом, допустим, композиции. Сейчас обратите внимание, если вы уберете этот лейер и нажмете на клавишу E, английскую, или E, как ее называют, это между W и R. Наверное, переключился shift и мне. В общем, вы увидите тут transform, текст, и у него, видите, вот эти вот точечки, это своего рода keyframe, то есть это ключи. Закрылась. text, spiral, fade in, fade out, да. Это те ключи, которые используются в анимации. То есть, определенные параметры текста, они анимируются и получается такой вот забавный результат. Эти параметры, эти ключи, вы на них можете вы их можете модифицировать, вы на них можете влиять, вы можете их ускорить, то есть этот момент можете просто взять, выделить два последних ключа, передвинуть ближе, либо же так, еще ближе, и посмотреть, какой результат получился. Кликаем. Хорошо. Это то, что у нас получилось. И таким образом вы можете модифицировать ваш текст, какой вы выберете, просто внутрь-внутрь идете, в настройки идете, вот так вот, я вам покажу, идете в текст, в его настройки, там будут разные настройки, но вы увидите, там где вот такие вот точки, просто вниз кликаете, эти треугольнички, вы видите эти сами ключевые кадры, и вы их можете модифицировать. Таким образом мы это все скроем. Черный леер, я сейчас скрою, и здесь мы, наверное, закончим нашу композицию, я вам покажу, как это все дело экспортировать для друзей, знакомых. Хорошо. И там же вы, кстати, наверное, видели, в этом бридже, там есть animate in, то есть вход и есть выход. Вы можете подобрать, каким образом надпись влетает, и каким образом она оттуда исчезает, вылетает. и так далее. Причем все это вы можете модифицировать и получать различные эффекты. Хорошо. Я сделаю маленькую анимацию по transparency, чтобы было интересно. Так, тут у нас будет ноль, ставлю ключ, тут будет хотя нет, немножко не так. Тут поставлю сто процентов и поменяю ключи местами. Так. Ой, 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 что я натворил? Поменяю ключи местами. Вот таким вот образом. Таким образом тут у нас это. Хотя как-то не очень смотрится. Наверное, уберу вообще этот леер. Он нам не нужен. Это то, что касательно текста. Кстати, к тексту можно применять те же самые эффекты, как и к любому объекту в After Effects. Это независимый леер, к которому можно добавлять вот сюда вот эффект контроля. Можно добавлять эффекты, допустим, Drop Shadow, Generate. К примеру, Stylize можно добавить Glow, чтобы он такой светился. Потом можно я уже не помню, где именно этот эффект находится. Кажется, Perspective, Drop Shadow. Можно сделать так, чтобы тень падала, да, то есть интереснее получалось. Текст такой интереснее выглядел. Можно им вот этим вот буковкам включить, чтобы был Motion Blur, поэтому когда в конечном видео оно будет такое немного размытое, как будто они быстро так крутятся. Зависит также от скорости. И сейчас уже, как это все дело наше красиво экспортировать. экспортируется достаточно просто. Вы то, что вы хотите экспортировать, допустим, просто выделите и скажете Trim Com to Work Area, чтобы быть уверены, что только это экспортируется. Потом идете в Composition и у вас есть Make Movie. Кликайте на это и вот тут вот внизу у вас появляется такая вот второй character и у вас может что-то другое появиться, но у вас появляется такая как очередь. У вас, скорее всего, вот так вот она появится. Здесь Output Module вы задаете настройки, то есть какой формат будет использован, с каким качеством, какое качество аудио будет. Все это вы настраиваете тут. И я в нашем случае я, наверное, использую QuickTime. QuickTime я заметил, он не теряет качество, но и размер достаточно большой. Кликну ОК. И вот сохраню это все. Здесь вы говорите куда именно сохранить. И у меня это по умолчанию на Desktop сохранится, вы можете указать куда вы хотите. И кликайте Render на эту клавишу, когда с этим всем закончили. Render кликайте. И он начинает обрабатывать. Поскольку клип у меня не тяжелый, как бы не длинный, не сложная сцена, то он очень быстренько так обработало, обработает. и можно будет посмотреть. Оно мне отрендерило, я сейчас достал VLC Player для того, чтобы вам показать, что получилось. Это очень интересная такая крученая надпись. Спасибо вам большое. На этом этот базовый ознакомительный курс подошел к концу. Следите за следующими уроками, которые уже будут для более продвинутых вещей. Но базовое знание вам абсолютно пригодится для всего остального дальнейшего. Спасибо вам большое еще раз. Я очень рад, что я могу быть вам полезен. Спасибо.